С начала года от отравления курительными смесями погибло уже 13 человек. По данным республиканского наркологического диспансера, новые курительные смеси по своей вредоносности в сотни раз превосходят многие другие наркотические средства. За короткий период они приводят к слабоумию, и ничто уже не может повернуть время вспять. Максим Васильев о новой угрозе современной молодежи. Курительные смеси – главный бич нынешней молодежи. В коме знакомство с порошком уже стало смертельным для 13 человек. Пусть так называемые спайсы по распространению не на первом месте, в лидерах здесь каннабис, бить в набат и общественники, и правоохранители предлагают уже сейчас. Особенно остро стоит проблема вовлеченности в незаконный оборот наркотических средств, в том числе запрещенных курительных смесей подростков, старшей возрастной группы и молодых людей в возрасте до 30 лет. Так, в текущем году за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 45 лиц в возрасте от 16 до 17 лет. Это то, что на поверхности, так скажем, не является волшебным сегодня, 106 в возрасте от 18 до 24 лет. Невинная, на первый взгляд, шалость. Курение спайса практически стопроцентно губительно для нервной системы, абсолютно фатально для мозговых клеток. Впрочем, масштабной эпидемии в коме избежать пока удалось. Слаженно сработали и полицейские, и врачи, как всегда активны общественники. В чем основной страх и вред вот этих синтетических наркотических средств, они в короткое время приводят человека к слабоумию. Там коллега, доктор сказал, и смерть-то происходит, будем говорить, не в прямое от потребления, а от реакции организма на эти токсические ядовитые вещества. Мозг реагирует на поступление токсических веществ резким сужением сосудов, он себя защищает. То есть наступает гипоксия мозга, начинают отмирать клетки головного мозга. Это приводит или к слабоумию, ну или к фатальным, собственно говоря, эффектам. Борьба с массовым распространением курительных смесей, прямая забота наркополицейских, тем более, что опыт пресечения у правоохранителей довольно весомый. Так называемый «спайс» остановят так же, как остановили дезаморфин, информационной войной и жесткими оперативными метками. Вот на сегодняшний день, да, два человека в Усинске умерло. И что, прекратили в Усинске потреблять эту гадость? Нет. И, опять же, у нас есть факты того, что люди отравляются, опять же, от этого вещества и находятся, к сожалению, опять же, в реанимации. Вот посмотрели, да, на этих молодых людей. Ведь кто-то, разве кто-то представил на их месте своих детей, своих близких? Нет. Все думают, что это зло, к сожалению, думают так, что оно обойдет стороной и кого-то другого. А вот мои к этому причастны не будут. Нельзя так думать. Это как вирус, как зараза. Тут нельзя быть застрахованным, что она не коснется вас, ваших близких. Поэтому нужно с этим злом бороться все вместе и все вместе вырабатывать методы борьбы. Именно для привлечения общественности в середине ноября среди школьников и студентов республики проведут масштабное анкетирование и анонимное биологическое тестирование на употребление наркотиков. К родителям у наркоборцов всего одна просьба – не препятствовать, а помогать по возможности. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрген, Сыктывкар.